Добрый день, уважаемые товарищи, дорогие друзья! В этом прекрасном зале собрались партии движения и организации, которые активно все эти годы сотрудничают с Компартией России, входят в штаб протестного движения, в наши штабы по организации проведения выборов и подготовки программных продуктов. Я хочу искренне вас поблагодарить, что вы откликнулись на наш призыв и сложить усилия для того, чтобы народно-патриотические силы в новом составе Государственной Думы имели очень влиятельные фракции, как здесь, в Москве, так и на местах, для того, чтобы реализовать наши программные документы. Хочу обратить ваше внимание на то, что ситуация в целом вокруг нашей страны сложилась более тревожной, чем даже в 30-е годы. Тогда у нас в борьбе с фашизмом были союзники, тогда наша страна была на подъеме, тогда за 10 лет, предвоенных 10 лет, мы построили 9 тысяч лучших предприятий и трагически в 41-е встретили хорошо оснащенной армией, великолепной техникой. У нас был на ту пору лучший станочный парк в мире и хорошо подготовленные командиры. Сегодня ситуация в этом плане выглядит гораздо хуже. На мой взгляд, цена выборов, текущих выборов, такая же, как в 41-м и 91-м. К сожалению, многие в стране до конца не осознали, в какой тупик партия власти загнала страну, хотя хочу вам напомнить, что кризис охватил ее настолько, что она по промышленному производству упала ниже всех, ниже нас только в кризисном состоянии находящейся Украины. Цена выбора связана с тем, что если бы та программа, которую мы вместе готовили к предыдущим выборам, и которую мы предлагали, в том числе и целый пакет законов Государственной Думы, была реализована, уверен, ситуация была бы гораздо лучше и была бы приятнее, особенно для тех, кто умом и талантом создает все главные ценности на земле, для рабочих, христиан, учителей, врачей, инженеров, военных. Напомню, что когда кризис начинался в 2008-м, в 2009-м году, в 2009-м году валовый продукт России упал на 9%. Это был на ту пору рекордный, рекорд, рекордный падение. Затем выровняли более-менее к 2012-му году, уже прибавляли 3,4% валового продукта. Тогда мы предлагали принять нашу программу, она бы обеспечила минимум рост 3%. И тогда бы мы имели дополнительно в бюджет 35 триллионов рублей, это два нынешних бюджета. Но программа партии власти была отвергнута, проекты законов по формированию полноценного бюджета тоже. Наш закон образования для всех не прошел в Думе, и реальная помощь ветеранам войны, детям войны, так от партии власти и не поступила. В результате темпы роста производства упали в прошлом году до минус 3,7% валового продукта. Это тоже своего рода рекорд. Мы за это время недосчитались 88 триллионов валового продукта. К сожалению, процесс падения в экономике продолжается, и он приобретает все более урожающий характер. Предварительно я смотрел те наметки, которые готовит правительство Медведева. Они вообще для страны не просто кризисные, они удручающие, потому что хотят и без того нищий бюджет сократить еще на 500 миллиардов. Но урезают прежде всего социально-культурную и образовательно-научную сферу. Без этого никакого будущего быть не может. Мы считаем, что сегодня у России три главных вызова. Тяжелый финансо-экономический кредит, и идя старым путем выбраться из него невозможно. Это клещи, которые пытаются нас зажать американцы, готовя трансатлантическое и тихоокеанское соглашение. И внутренний социальный раскол. 10% жируют, а 90% продолжают нищать, терять работу. И находятся многие в бедственном положении. Число нищих даже по официальной статистике увеличилось на 3 миллиона и составляет сейчас более 22 миллионов человек. Такого не было очень давно. Вместо того, чтобы организовать полноценный политический процесс и соперничество, власть решила раздробить этот процесс максимально. Нарезали 70 с лишним партий, нигде в мире такого нет. И на выборы зарегистрировали 14 партий, в том числе и фальшивые, так называемые, коммунисты России и целый ряд других. Ничего общего не имеющих ни с коммунистическим, ни с патриотическим. И на этой ниве пытаются еще и растащить голоса избирателей. Поэтому официально к вам обращаюсь, к вашим, как союзникам, как тех, кто активно с нами сотрудничает. Сейчас есть два выхода. Или всем на улице говорят, меняем курс, или на очередных выборах прийти, проголосовать, исправить положение бюллетенев. Поэтому максимально надо отмобилизовать всех, кто участвует в голосовании. Максимально. У них в данной ситуации есть два выбора. Если нравится то, что происходит, за Единую Россию и ее сателлитом. Если не нравится, поддерживает народно-патриотические силы во главе с КПРФ, мы в состоянии предложить реальную программу. В этой связи хотел бы еще раз высказать вам основные позиции наших программных документов. Потому что любая поддержка союзников и друзей, она должна быть вполне осмысленной. Прежде всего, представлю наш программный документ «Мобилизация ради победы», подготовленный депутатами от КПРФ и Патриотических сил. Их 11 тысяч, они и представили своих делегатов, которые в Москве, здесь, на очередном всероссийском съезде, приняли эту программу и обращение ко всем кандидатам депутаты поддержать эту программу. Мы подготовили программу «Доступное образование каждому». Нобелевский лауреат Жаре Салферов, Мельников, Кашин, Борис Кашин, Смолин Олег, из-под пера которого вышли многие законы по образованию, готовили эту программу. Она поддержана педагогической общественностью. Наша программа о развитии молодежного движения и поддержке молодежи нашла очень широкий отклик в молодежной среде вузовских организаций. Мы подготовили программу к новым рекордам и новым победам. Я вам докладывал, 10-12 лет назад мы создали свой спортивный клуб. Первая команда КПРФ по мини-футболу играла во дворах. Мы пробились через все этапы соревнований общероссийских, вошли в Суперлигу. В этом году молодежная команда КПРФ по мини-футболу стала чемпионом страны, а взрослая команда выиграла Кубок Москвы. У нас уже более сотни команд по всем видам спорта, и клуб продолжает развиваться. Подготовлена программа формулы доступной пенсии. Впервые довольно обстоятельно прописан кардный параграф, и мы в состоянии реализовать эту сложнейшую задачу. У партии власти уже финансов нет для того, чтобы компенсировать пенсии нашим трудящимся, и они не получили надбавку в соответствии с законом о компенсации пенсий на уровень инфляции. Хотел бы еще раз подтвердить те 12 позиций. Мы в списке нас, список вот в достойной жизни. Все конкретные шаги, что мы вместе с вами сделаем. Мы вам разослали. Этот материал опубликован киражом 20 миллионов земляров. попал во многие семьи. Мы настаиваем, чтобы вместе на семейном совете эти материалы были обсуждены. Итак, что мы сделаем? Еще раз повторю конкретно. Я хочу, чтобы каждый из вас абсолютно осознанно подписывал договор вместе с нами. Мы берем перед вами свое политическое и законодательное обязательство. Первое. Недры и финансы будут поставлены на службу народу. Хочу вам заявить, что за прошлый год вашего сырья нефти, газа, золота, алмаза, в леса было продано на 20 триллионов рублей. В бюджете оказалось только 8. 12 триллионов рублей рассовали и растащили по своим карманам российские олигархи и их зарубежные покровители. Мы считаем, что это абсолютно недопустимо. Можно поставить эти колоссальные ресурсы на службу всем гражданам страны, потому что народ должен быть хозяином и власти, и страны. Сообщаю вам, из 600 миллиардов долларов золотовалютных резервов 200 миллиардов партия власти профукала. Но ни в одной отрасли не стало лучше. Если еще профукают 200 миллиардов, то через год нечем будет платить ни зарплаты бюджетников, ни пенсии старикам. Заявляю абсолютно ответственно, потому что знаю повадки этой власти и не вижу ни одного, ни одного серьезного решения в области экономики, которая бы исправила ситуацию. Когда вам говорят, что денег нет, вы подождите, то это самая большая ложь. В трех фондах еще у страны 33 триллиона рублей резервов. Если бы хотя бы часть вложили в дело, то эти деньги начали бы окупаться. Это было вложено в производство, в рабочие места, в талант людей. Уверяю вас, тогда бы была и соответствующая отдача. Наша советская страна последнее вкладывала для того, чтобы провести индустриализацию и культурную революцию. Получила колоссальную отдачу в виде легендарной нашей победы, в виде ракетно-ядерного паритета, в виде лучших социальных программ, которые были приняты тогда в мире. У нас была лучшая советская образцовая школа, с которой брали пример все в мире. Все учреждения учебные были доступны. Второе. Без рывка в научно-техническом прогрессе не выйдет из этого кризиса. Если вы посмотрите, как финансируется наука образования в Дарханине сегодня, то это в 2-3 раза ниже норматива, но они же по наметкам партии власти и правительства в следующем году и в ближайшие годы еще более урезаются. Еще никому в жизни ни разу не удалось провести модернизацию без того, чтобы 7% вкладывать примерно от расходной части бюджета в науку, примерно столько же в образование и столько же в здравоохранение. Советская страна вкладывала в самые тяжелые годы более 20%. Эти урезали вдвое и продолжают урезать и на следующий год. Третье. Продовольственная безопасность. Мы с Владимиром Ивановичем не раз выступали и говорили, подготовили целый пакет предложений, пакет законов, которые максимально поддерживают агропромышленный комплекс. Ничего похожего. 41 миллион гектаров как были брошены, зарастали бурьяном и березняком, так и продолжают. Чтобы село развивалось, даже идиоты знают, надо вкладывать минимум 10% в расходной части бюджета. Советская страна никогда не вкладывала меньше 15%. Современная Америка вкладывает 24%. У нас меньше полутора и продолжают обрезать. Причем наши народные предприятия в аграрном комплексе оказались самые эффективные. Они показали лучшие результаты в стране. Мы учили граждан, как можно работать рядом с совхозом имени Ленина. Уникальные предприятия Подмосковья, где средняя зарплата 74 тысячи. Где лучшие в стране детский сад. Завершаем строительство уникальной школы. Где великолепные угодья. Где люди чувствуют себя достойно. Получают классное жилье и имеют обеспеченные социальные программы. Такое же предприятие с Вениговской и Мариэл, где мы недавно проводили аграрный форум. Полторы тысячи граждан приезжали ученых и специалистов. У нас уникальное предприятие на Ставрополе. Колхоз Богачева собрал 1,6 тысяч тонн зерна больше, чем вся Калужская область. Мы предлагаем поддержать эту форму хозяйственное. Но партия остается глуха к этим предложениям. Мы считаем, что можно было бы и 40 миллионов предусматривающих участков передать гражданам без всякой волокиты. С правом пользоваться и наследовать. Это было бы абсолютно справедливо. И сейчас загоняли собирать разные справки. И до своего города не доедешь. Цены сдули на транспорт такие, что невозможно выращенную свою морковку и картошку привезти. Да, в принципе, для молодой семьи, тех, кто умеет работать на земле по полгектара по гектару, давно можно было выделить земель для того, чтобы он обустроил свою усадьбу и успешно реализовал программы развития продовольственной базы страны. Четвертое. Мы прекратим коммунальный рекет. Это ненормально, когда коммунальные тарифы прут и прут. Когда за квартиру небольшую платят 5-6, а то уже 8-10 тысяч. Абсолютно ненормально, что капремонт взвалили на плечи граждан. У нас 72 человека в стране из 100 получают в среднем зарплату меньше 15 тысяч рублей. А пенсии 10-12 тысяч. Заплатите коммуналку за телефон, за транспорт, заплатите еще за капремонт, и вам останется бухенвальдская норма на 30 дней. Если хватает на еду, не хватает на таблетки или наоборот. Мы считаем, что эта статья должна быть отменена немедленно. Управление домами. Это выделилось дополнительный рекет. Мы гарантируем, что восстановим нормальную систему управления жилыми домами. Пятое. Дети. Прежде всего, надо позаботиться о детях войны. У них Гитлер отнял молодость, а нынешняя власть отнимает элементарно обеспеченную старость. Чтобы поправить их положение, мы внести закон. Пять раз голосовали. Так партия власти и не проголосовала. Я убедил, казалось, президента. Он соглашался с этим. Но Медведев пришел, отчитывался, отказались голосовать за этот закон. Надо всего 120 миллиардов рублей, чтобы улучшить их положение. 120. Шестая яхта Абрамовича, которая жирует на наших природных ресурсах, стоит ровно 120 миллиардов. Вполне обошелся. Вполне обошелся. Просто никакой справедливости элементарной нет. Мы считаем, что должна быть восстановлена вся система детско-молодежного движения. Это исключительно принципиально важно. Что образование должно быть доступное и здравоохранение, и бесплатное для каждого. Есть лишние деньги, пожалуйста, плати. Посылай, куда вы подучите, если у тебя есть. Но гражданину страна обязана гарантировать эти права. К слову сказать, госпожа Клинтон вынуждена была обратиться к Сандерсу, который выступал впервые в истории Америки в социализированной программе, чтобы он поддержал ее на выборах. Иначе она не получит нужного количества голосов. Какие требования в Америке выдвинул Сандерс к госпоже Клинтон? Первое. Рабочий час не меньше 15 долларов. Второе. Если семья имеет год доход меньше 125 тысяч долларов, дети учатся бесплатно. И она принимает таких семей в Америке 80%. И третье. Обложить все их денежные мешки дополнительным налогом. И госпожа Клинтон, которая вчера была главной подругой Уолл-стрита, принимает эти три предложения. Социализированная позиция в Америке, которой слово социализм 100 лет было запрещено, сегодня приобретает такой размах, что кандидаты президента вынуждены считаться настроениями. Мы настаиваем на том, чтобы наши дети имели полную возможность нормально учиться, ходить в пионерские отряды, походы, восстановить всю систему защиты детей и поддержки. Все спортивные и культурные сооружения должны быть бесплатно открыты для детей. Тогда будут олимпийские чемпионы и все остальное. Шестое. Пенсионеры. Мы прямо заявляем, никакого повышения возраста пенсионного не будет. Пенсия будет строго зависеть от трудового уклада и развития экономики. Надбавки, которые получали те, кто служил это, служа в армии, работая на севере, или прикрывая своей грудью Чернобыль, будут сохранены и приумножены. Налоги. Это абсолютно ненормально. Ненормально. Ни в одной крупной стране нет порядка, при которой богачи бы платили такой же налог, подоходный, как и простые граждане. Поэтому подоходный налог будет исчисляться по прогрессивной шкале. И мы организуем таким образом, что сбор налогов будет гарантирован. Зря не пекутся о том, что нельзя справиться. Спокойно справляют все. Никто не будет задирать планку. Но мы прекрасно понимаем, что только по этой статье, если ввести нормальную шкалу прогрессивного налога, можно получить 4 триллиона дополнительных в бюджет страны. Постепенно ликвидируемый НДС. Не было налога на добавленную стоимость ни в СССР, нет его в современной Америке. Этот налог коррупционный во многом, а с другой стороны повышает цены и не дает нормально развиваться малому и среднюю бизнесу. Будет введена госмонополия на спиртоводочную продукцию. В царское время она давала 30-35 рублей живых денег в конце дня и сотни собранных. В советское 20-25 рублей. Сейчас не дает и рубля. Растаскивают по карманам и одновременно 40 тысяч людей отравили паленой водкой за один год только. Можно вполне поправить. Восьмое язык. Культура традиции. Главная задача любой семьи это продолжить лучшие традиции своего народа. Все сделать для того, чтобы ребенки воспитывали трудолюбие. Главная задача школы это сформировать гражданина и патриота. Главная задача культуры, чтобы нравственно-этические нормы и ценности новых поколений были гораздо добрее и справедливее. В этом отношении мы подготовили все необходимое, начиная от закона образования и кончая поддержки культуры, массового спорта. В целом это направление должно быть ключевым. Дружба народов нас не взяли ни Батыи, ни Наполеоны, ни Гитлеры. Многие еще только сейчас осознали, что нас раздолбили национализмом, животным, который воспитывал Горбачева вместе с Якулем и Ельциным. Нас раздолбили русофобией, которая из всех пор сочилась и сегодня продолжает сочиться. Ельцин-Центр, это убожество, которое посреди Урала грохнули за миллиарды денег. Это вызов всем нам. Это преступное решение. Все идите, посмотрите, вы ахнете. Все цари бы ахнули. Он больше Зимнего дворца. Американцы планировали, американцы проектировали, американцы там всю экспозицию подготовили. Пройдите по ней, посмотрите, чему учат детей. Вы ахнете, что Россией одни мерзавцы управляли, кроме Ельцина. А державу за тысячу лет какую отгрохали, отвоевали, спасли, выстрадали, на руках выненчили. Разве можно на этом воспитывать новое поколение? Поэтому мы все сделаем, чтобы пресечь и русофобию, и антисоветизм, и национализм. Все народы, которые собрал вместе в исторический поход русский народ, а их 190-х, будет сохранена культура, традиции, язык, верование. Мы не порушили свою историю ни одного языка, ни одной культуры, ни одной веры. Мы продолжим лучшие традиции русского народа и советского отечества. Для этого есть все условия. Десятое – преступность и коррупция. Одна болтовня вокруг этого идет. Начали вроде спрашивать из больших чиновников, но откуда они у вас берутся и плодятся в таком количестве? Потому что нет элементарно ни народного контроля, ни ответственности перед депутатами. Нет ничего. Если бы Сердюкова согласовывали хотя бы в двух комитетах Думы, он бы никогда не появился министр обороны. Слава Богу, заменили на Шойгу. Что бы мы сейчас делали, глядя, что происходит на Ближнем Востоке, как натовцы обрецают оружие в Прибалтике, и как нацисты-бандеровцы пытаются расправиться на Украине и на Донбассе. Поэтому здесь должен быть элементарный порядок. Кстати, в советской стране уникальный опыт борьбы с терроризмом и коррупцией. Если бы Сталину задали вопрос, он спросил, что это такое. Если бы советские руководства спросили, как они справились с басмачетом, как они урезонили лесных братьев, как они выгнали бандеровцев, как они загнали их в трущобы, из которых их вытащили и так далее. У нас уникальный опыт борьбы с этим. Уникальный, потрясающий. До Горбачева и Ельцина оргпреступности в стране не было. При Ельцина она расцвела. Последнюю банду Митина в Москве ликвидировали в 1956 году. Кто видел фильм «Дело Пёстрых», это как раз об этом. О последней банде, которая была ликвидирована в Москве. А сейчас куда не ткнешь, не поймешь, то ли это начальник, то ли это руководитель очередной крыши бандформирования. А посмотрите, что делают на выборах. Эти газеты, не дай бог, подставные, эти депутаты. В одной только Нижегородской области 20 двойников депутатов. И фамилии, имена, все поменяли для того, чтобы обмануть и одурачить граждан. И сидят, разводят руки, как будто сделать ничего нельзя. Все можно сделать. Ваши службы меняют эти фамилии на фоне выборной кампании. Пальцы ему погрозили и сказали «ЦИЦ, не положено это делать». И все бы успокоилось. Ни одна бы контора вам не переписала бы фамилию в фоне выборной кампании. Просто им это нужно для того, чтобы дурачить граждан. Одиннадцатый управление. Как можно управлять огромной страной, где нет координирующего плана органов. Мы приняли закон о промышленной политике по нашей инициативе. О стратегическом планировании приняли закон. Подготовили целый пакет законов, связанных с развитием базовых отраслей. Но никто не координирует. Нет единого народохозяйственного комплекса. Никто не управляет нормально. Я посмотрел новые наметки бюджета. Программа по Дальнему Востоку вся выбрасывается. Программа по Крыму вдвое урезается. Да каким образом вы собираетесь завтра жить и работать и развивать свое хозяйство? В этом состоянии восстановить и довольно нормально. И двенадцатое. Надо всем прямо заявить, что без правительства, народного доверия, Которое впитало бы все лучшее, что есть во всех фракциях, партии и движений, Нам не вылезти из этого тупика, куда нас загоняют палкой. А на фоне новых угроз внешних и внутреннего раскола Этот вопрос приобретает исключительное значение. Исключительное значение. После дефолта Примаково, Масляково и Герасченко оттащили страну от края пропасти. После расстрела парламента я с Ельцином не разговаривал до 1998 года. Я не мог переступить ту жуткую кровь и братоубийство, которое он организовал Рядом с Домом Совета, с белым так называемым домом и так далее. Но когда все обвалилось и страна 100 встала у края пропасти. В одной Москве 400 тысяч безработных объявилось. 400 тысяч в один день. Разорили всех, кто имел хоть какой-то бизнес или работал на производстве. Один Сбербанк уплачивал в августе 1998 года в день по 1 миллиарду. Все остальное было заклинено и не работало. Тогда срочно собрались в Кремле, 3 часа обсуждали и убедили, что нужно действительно коллекционное сильное патриотическое правительство. И пошли талантливый человек Примаков, лучший управленец коммунист Масляков и лучший банкир Герасченко. И за один год, даже меньше, за 10 месяцев оттащили полумертвую страну от края пропасть. Не надо ее туда сейчас снова совать в 90-е. Сейчас надо сформировать дееспособное правительство на основе честного, достойного выбора граждан на этих выборах. Поэтому мы призываем и партию власти полноценной дискуссии, нормальному диалогу. А не фальшивкам, фальсификациям, не двойникам и не унижения наших избирателей. Пусть отсидятся в огороде, пусть отдыхают, лишь бы нормальных выборов не было. Выборы в состоянии решить эту проблему. В состоянии. Мы должны с вами все сделать, чтобы народно-патриотические силы, которые подготовили программу, имеют уникальный опыт вывода страны из кризиса. Мы ее спасли в 17-м, собрали в Единый Советский Союз. Мы спасли в 45-м не только себя, но и мир. И мы в состоянии поправить положение в это трудное и крайне тревожное время. Я еще раз благодарю вас. Вот наши 12 конкретных обязательств, которые я сформулировал перед вами. Если вы поддержите вместе с нами, пойдете на выборы, мы вам будем предельно благодарны. Спасибо. Вот меморандум с вашими подписями. Это наше коллективное обязательство перед трудящимися гражданами страны, перед нашими избирателями. Даю вам слово, что компартия, наши штабы, наши подразделения, наши 11 тысяч депутатов, все кандидаты будут руководствовать этим документом. Мы никогда вас не обманывали. Мы вам всегда говорили правду. Мы вас никогда не подводили. Мы отставили интересы дружбы народа. Отставим. Мы считали, что высшие ценности земле – это справедливость в гуманизме. Мы всегда были уверены, что сущность государства и власти прежде всего проявляется в отношении к детям, женщинам и старикам. Они должны быть самым привилегированным классом в нормальном государстве. Мы будем все делать для того, чтобы выполнить свои обязательства. Спасибо вам.